В каждой семье, где есть ребенок, сознательные родители обязательно задумываются о его будущем. Как сделать так, чтобы оно было максимально благополучным? Ну, конечно же, развивать творческие способности своего чада. И вот если ваш ребенок не мыслит себя без карандаша и красок, тогда ему в застудию. Есть такая при Пермской художественной школе. Надо сказать, что художественных студий в Перми множество частных и в домах искусств, куда детей принимают с самых ранних лет. Старейшей же художественной школе Перми в этом году исполняется 50 лет. Прежде чем поступить в школу, которая находится при художественном училище, ребята до 10 лет занимаются в студии, где впервые всерьез пробуют себя в качестве живописцев и знакомятся с азами искусства. Это очень серьезная публика. Они ходят с папками, им показывают, как течет акварель, чем отличаются гуашевые краски. Их водят на экскурсии, развивают моторику руки, они что-то лепят, клеят. Следующий этап – поступление в художественную школу. Это старейшее художественное образовательное учреждение в Прикаме. Ему исполняется в этом году 50 лет. Здесь ребята получают серьезную предпрофессиональную подготовку. После окончания художественной школы выпускники при желании поступают или в лучшие вузы страны, или остаются в Перми. Какие же перспективы их ожидают на малой родине? Могут ли они здесь продолжить образование? И есть ли в Перми выставочные площадки для молодых художников? Ведь кто, как не они, формирует культурную среду города? Ответы сегодня после вечернего вестника в программе «Культурная среда». Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Продолжение следует...